Великой Отечественной войны 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 Из СССР в порты США везли сырье, а обратно для нужд фронта доставлялись военная техника и медикаменты, продукты и боеприпасы, миллионы тонн полезных грузов. Плыть приходилось под постоянным прицелом немецких подводных лодок и самолетов через Баренцево море, Норвежское море и Атлантический океан. Это были героические рейсы моряков Советского торгового флота. Из оружия на борту «Двины» были только два ручных пулемета до пять винтовок. Вряд ли они могли стать надежной защитой от немецких кораблей, самолетов или подводных лодок. И чтобы судно хоть немного выглядело по-военному, капитан «Двины» принял решение соорудить деревянные муляжи корабельных орудий, надеть на них чехлы и приставить к фальш-орудиям расчет. В Нью-Йорк «Двина» отправилась в одиночку, без сопровождения конвоя английских кораблей, которые по неизвестной причине задерживались. Это было трудное и очень опасное плавание. Деревянные пушки и мужество советских моряков сильно удивили американских журналистов, которые встречали наше судно в Нью-Йорке. Валентина Орликова и еще несколько членов экипажа были приглашены в Голливуд на съемки документального фильма о героизме русских моряков. На встречах с американцами Валентина Орликова читала стихи Ольги Бергольц о блокадном Ленинграде, и огромные залы без перевода понимали смысл этих стихов. В начале 1943 года в Нью-Йорке на русском языке вышла книга «Бегущий поток» о героическом рейсе парохода «Двина» и о Валентине Орликовой, помощнике капитана, которая в штормовую погоду или в спокойном море несет вахту на мостике, помогая управлять навигацией в заминированных и кишащих подводными лодками водах. В конце войны Валентина Орликова работала на линии Владивосток-Порта США. Она снова встретилась с Владивостоком, городом своей юности, где прошли 15 лет ее жизни. Затем Орликова вернулась в Балтийское пароходство, ходила старшим помощником капитана на европейских линиях, несколько лет была капитаном китобойного судна, и из-за освоения этого промысла в районах Дальнего Востока ее наградили орденом Трудового Красного Знамени. В 1955 году Валентина Орликова снова поднимется на капитанский мостик и станет первой женщиной-капитаном больших морозильных рыболовных траулеров. В жизни Валентины Яковлевны Орликовой как в калейдоскопе мелькали океаны и моря, страны и города – Владивосток, Нью-Йорк, Мурманск. Весной этого года одна из новых улиц в пригороде нашего города была названа в честь этой удивительной женщины – капитана Орликовой. А нам пора прощаться. До встречи в эфире, и мы поздравляем вас с праздником Великой Победы! Субтитры создавал DimaTorzok